всем привет продолжаем обзоры языкового программирования и сегодня мы посмотрим на язык c++ то есть в этом видео вы узнаете вкратце о том что это за язык вот для чего нужен посмотрите примеры кода но в данном случае один пример вы видите hello world вот ну итак поехали разбирать что же это за язык ну первую да я вот здесь ставил цитату андрея александреску кто не знает что кто такой андрей александреску поставьте на паузу или после видео смотрите кто это такой ищите ну как он сказал большинство c++ программистов не знают что делает большинство c++ программистов где-то отчасти это так оно и есть так вот что такое за язык c++ давайте c++ это у нас компилируемый статический типизированный язык программирования общего назначения то есть он переживал свою эволюцию и у него были стандарты такие вот как c++ 98 потом c++ 03 потом c++ вроде бы 11 c++ 14 c++ 17 c++ 20 есть уже черновики а вот то есть это основные как бы были принятые стандарты ну и соответственно была куча куча всяких там дополнений для разных платформ и т.д. и т.п. вот то есть этот язык программирования который за минимальным исключением знаком всем программистам принципе это тоже верно я бы согласился вот но пока которым никто полностью не овладел ну тоже где-то так бытует мнение что язык создан страус трупом с целью поднять зарплаты специалистов в индустрии и на судя по всему ему это успешно удалось так как по сложности изучения c++ превосходит все остальные промышленно используемые языки программирования вместе взятые на самом деле это вброс был когда-то каким-то там по моему то ли журналистом то ли кем-то на ложную статью в которой страус труп об этом его якобы спросили и он вроде якобы и ответил на это что да и его разработал для того чтобы типа поднять зарплаты специалиста вот но на самом деле это потом это этот фейк как еще говорят был развенчан ну это не соответствует действительности а вот так первоначально этот язык представлял собой си плюс о п емаю п плюс там тележка всяких радостей и фишек ныне же со всеми доработками библиотеки он абсолют абсолютно все объемлющ поэтому предположительно является языком на котором бог написал вселенную поддерживает такие парадигмы программирования как процедурное программирование объектно-ориентированное программирование обобщенное язык имеет богатую стандартную библиотеку которая включает в себя распространенный контейнер и алгоритмы вот вывод регулярное выражение поддержку много по точности и другие возможности вот и плюс плюс сочетает свойства как высокоуровневый высокоуровневых так и низкоуровневых языков сравнении с его предшественником языком си наибольшее внимание уделено поддержке объектно-ориентированно и обобщенного программирования то есть подытожим мы получим что язык включает все парадигмы все технологии годен для любых целей несмотря на это продолжает эволюционировать при этом быдло кодеры находят в нем простоту и ясность а гуру программеры сложность и глубину правда ровно до тех пор пока не увидят чужого кода который как правило отличается от их собственного также как они сами отличаются от автора этого кода c плюс плюс широко используется для разработки программного обеспечения являясь одним из самых популярных языков программирования область его применением включает создание операционных систем раздав разнообразных прикладных программ драйверов устройств приложений для встраиваемых систем высокопроизводительных серверов также развлекательных приложений там игр и т.д. и т.п. существует множество реализации языка c++ как бесплатных так и коммерческих для различных платформ к примеру если взять платформу x86 вот такой x86 то для него есть же сессии есть вижу си плюс плюс есть intel си плюс плюс компайлер есть еще си плюс билдеры ну и короче много всего есть вот си плюс плюс оказал огромное влияние на другие языки программирования в первую очередь это у нас java java и си шарп вот синтаксисе плюс плюса унаследован от языка си одним из принципов разработки было сохранение совместимости с языком си тем не менее си плюс плюс не является в строгом смысле над множеством над си а вот множество программ которые могут успешно одинаково успешно транслироваться как компилятором си так и компилятором си плюс плюс а вот то есть количество таких программ очень большое в своей книге дизайн его и эволюции си плюс плюс бьерн страуструб описывает принципы которых он придерживался при проектировании языка си плюс плюс эти принципы и объясняют почему си плюс плюс такой какой он есть вот некоторые только некоторые из них вот то есть получить нужно было получить универсальный язык со статическими типами данных эффективностью и переносимостью языка си далее непосредственно и всесторонне поддерживать множество стилей программирования то есть это там процедурное программирование абстракция данных объектно-ориентированное программирование обобщенное программирование вот далее дать программ программисту свободу выбора даже если это даст ему возможность выбирать неправильно. Максимально сохранить совместимость с языком C, тем самым делая возможным легкий переход от программирования на языке C. Далее, избежать разночтений между C и C++. Любая конструкция, допустимая в обоих языках, должна в каждом из них обозначать одно и то же и приводить к одному и тому же поведению программы. Далее, избегать особенностей, которые зависят от платформы и не являются универсальными. Далее, не платить за то, что не используется. То есть, никакое языковое средство не должно приводить к снижению производительности программ, не использующих его. Вот, то есть, это одни из тех принципов, от которых, одни из тех принципов, которых придерживался Страуструб. То есть, у него там были еще, но я основные, на мой взгляд, перечислил. Выбор именно языка C в качестве базы для создания нового языка программирования объяснялся тем, что язык C является многоцелевым, лаконичным и относительно низкоуровневым языком. Вот, то есть, подходит для решения большинства системных задач, исполняется везде и на всем, стыкуется со средой программирования Unix. Опять-таки, это вот слова Страуструба. Итак, какие достоинства? C++ содержит средства разработки программ контролируемой эффективности для широкого спектра задач, от низкоуровневых утилит и драйверов до весьма сложных программных комплексов. То есть, в частности, высокая совместимость с языком C. Код на C может с минимальными переделками скомпилирован компилятором C++. Далее, внешне языковой интерфейс является прозрачным, так что библиотеки на C могут вызываться из C++ без дополнительных затрат. Более того, при определенных ограничениях код на C++ может экспортироваться внешне неотличимо от кода на C, что тоже очень важно и круто. Вот. Ну и как следствие этого пункта, вычислительная производительность довольно-таки высокая. Язык спроектирован так, чтобы дать программисту максимальный контроль над всеми аспектами структуры и порядка исполнения программы. То есть, как уже было сказано, один из базовых принципов C++ – не платишь за то, что не используешь. Вот. То есть, имеется возможность работы с памятью на низком уровне. Поддержка различных стилей программирования-то говорили. Очень крутая штука – шаблоны. То есть, шаблоны C++ дают возможность построения обобщенных контейнеров и алгоритмов для различных типов данных. Попутно шаблоны дают возможность производить вычисления на этапе компиляции, чтобы уже на этапе работы программы эти вычисления не производились. Это, в свою очередь, повышает эффективность программы. Дальше. Возможность встраивания предметно-ориентированных языков программирования в основной код. Ну и доступность. Для языка C++ существует огромнейшее количество учебной литературы, переведенной на всевозможные языки. Но язык имеет достаточно высокий порог вхождения. Но среди всех языков такого рода обладает наиболее широкими возможностями. То есть, порог вхождения достаточно высокий, но и возможностей больше. Ну, к числу недостатков можно отнести отсутствие системы модулей. C++ использует заколочные файлы, которые при неправильном использовании полны недостатков. Ну, отмечаю такой недостаток, что, мол, вынуждаю дважды писать одну и ту же функцию. То есть, определение файля с исходным кодом и объявление в заголовочном файле. Ну, это такое. Это, да, увеличивает где-то время компиляции. Но это можно оптимизировать. Также из недостатков сложный синдексис и сложная спецификация языка. К примеру, Torvald Linus отметил, что C++ провоцирует на написание в дополнение к структурам и функциям C значительного объема кода, не имеющего принципиального значения с техническим заданием функциональности программы. Вот, как бы, Torvald Linus, я думаю, вы знаете, кто это такой. Вот, и ядро Linux написано на чистом C. C++ там и не пахнет. C++ там и не нужен. Все работает быстро, эффективно и красиво. Вот. Какие еще минусы? Долгая разработка приложений. Ручное управление памятью. То есть, отладка может занять большое, много времени. Неправильный код, точнее, неаккуратное программирование порождает ошибки. Эти ошибки сложно найти. Поиск ошибок, отладка и т.д. и т.п. Вот, потом язык развивается, новые стандарты, абсолютно новые крутые штуки выходят, их надо изучать. Вот. Ну и... Ну-ну-ну, и-и-и. Вот. А это все приводит к тому, что разработка приложений идет долго. Помимо еще изучения возможности языка, нужно еще учиться правильно его использовать, чтобы результат был эффективный. Иначе никакой эффективности мы можем не получить. А в результате на разработку идет много времени. Ну вот, просто пример. Мы можем на языке C++ какое-то UI приложение создавать там полгода. Вот. Наконец-то его создать, как-то оттестировать, как-то оно будет работать. На C Sharp, к примеру, аналогичное приложение. Можно, к примеру, создать это за месяц. Ну, к примеру, да, там полгода, а тут месяц. В результате приложение на C Sharp будет стоить дешевле и выйдет гораздо раньше, чем на C++. Вот, соответственно, C++ не надо использовать там, где не требуется. Вот. Обычно, ну, я об этом скажу, что обычно на C++ пишут. Вот. В C++ нет сборки мусора. Ну, так думают. Но на самом деле там сборка мусора есть. Вот. И эта сборка мусора была уже в Симула, откуда C++ переехали классы. Но Strauss-Trupp перенес эту сборку мусора в дополнительные библиотеки. Чтобы разработчики сами решали, когда она будет, а когда ее не будет. Вот. Сборщик мусора по умолчанию вызывает нехилые тормоза. И не позволяет использовать язык для программирования ракет и ядерных боеголовок. Вот. Ну, так что можно там понакачивать сборщики мусора сторонних производителя. Сторонних производителей. Вот. Но на самом-то деле есть сборщики мусора и их аж три типа. Просто быдлокодеры, кодеры, как правило, не понимают даже первый из них. Вот. Ну, кстати, у меня есть видео по этим сборщикам мусора. Там три типа. Unique PTR, Shared PTR и WIG PTR. Ну, вот я быстренько наблюдаю сборка мусора. Блин, мусора. Да, е-мое. Мусора, вот. Unique PTR, Shared PTR и WIG PTR. То есть автоматической сборки нету. Это не автоматическая сборка. Но при умелом использовании ничем не хуже. Работает точно так же, как и автоматические сборщики мусора. Но при этом, можно сказать, практически не потребляют памяти и ресурсов. И неожиданно программа не начнет собирать мусор. Компьютер вследствие этого тормозит. Так вот, в наши дни программисты C++ по-прежнему очень нужны. Когда получается такого программиста поймать, его сажают за компьютер и заставляют поддерживать старый C++ или C-код. Писать большие коробочные игры. То есть там, где куча готовых движков, библиотек, плюс быстрота. Использовать системное низкоуровневое программирование. То есть драйвера, работа с портами, с сетью. Далее, писать ядро высоконагруженных систем, для которых, к примеру, Java слишком требовательна. Ну, это там Apache или Dropbox или еще что-нибудь. Такие системы, которые сильно нагружены. Дальше, писать приложения, конкурентоспособность которых определяется быстродействие. То есть это куча разных приложений. Куча есть компаний, которые пишут программы, схожие по функционалу. Но на C++ это можно сделать. Так что приложение будет работать лучше и эффективнее. Соответственно, конкурентоспособность такого приложения будет выше. Далее, писать ядра приложений. Вот. Ну, и что же пишут в основном на C++? То есть нормальные программисты на C++ или нормальный менеджмент нормальной компании на C++ пишут только основные части, самые требовательные к нагрузкам и памяти. Для интерфейса, внешней логики и прочей функциональности используют внешние языки. Луа, Руби, Python и т.д. и т.п. Которые милосерднее к пользователю. Вот. А вот для всяких корпоративных приложений выбирают Java и C Sharp. Для них C++ совсем не подходит. Так как сложен. И настроить в нем можно все. За счет этого не помещается даже в голове у самого Strauss. Вот. Поэтому, зачем это все? Плюс увеличивает время разработки. А заказчику не нужно, чтобы какое-то простенькое приложение разрабатывалось полгода или два месяца или три месяца. Если на других языках это приложение можно написать за неделю. Ну, грубо говоря. Вот. Соответственно, всякие интерфейсы и все прочее красивенькое клепается на других языках. А потом, к примеру, может производиться замеры. И те модули, те вещи, которые тормозят, плохо работают, могут быть переписаны на C, либо же на C++. Собраны как отдельные библиотеки и подключены к проекту. И, соответственно, этим можно нехило повысить производительность основного приложения. Вот. Ну, как бы и желающие писать на C++ крутые штуки, зарабатывать много денег, конечно же, должны узнавать что-то новое каждый день. Каждый день нужно что-то новое учить, пробовать, возможностей полно. Поэтому, поэтому. Вот. Как бы язык универсальный, ну, а веб-сайт все равно не сделаешь. Вот. Для этого есть специальные языки. Писать большой проект с нуля и на C++ заслуженно считается малоудачной идеей. Любой параграммист, прокачавшийся выше хворщика, допускает на 10 тысяч строк кода примерно одинаковое количество ошибок. А код на C++ обычно длиннее, чем на более поздних языках, и багов, разумеется, будет намного больше. В разы проще написать пусть медленный, но макет хоть на чем-то медленном, вот, но со сборкой мусора и т.д. и т.п. А потом, только потом, переписать тормозящие участки, да, о чем я уже сказал. Вот. Но, тем не менее, язык C++ довольно крутая штука, но учить нужно каждый день или через день. Ну, как я уже где-то говорил, про меч самурая совершенствоваться нужно каждый день. Вот. Потому что просто писать какие-то хеллоуорды и т.д. и т.п. Это не делает вас C++ ником. Нужно умело использовать эти возможности языка, чтобы программа была эффективной. Потому что вы можете написать программу на C++, но эффективности от нее никакой. А другой человек на C Sharp напишет такую же программу, и она будет работать быстрее. Почему так? А проблема не в языке, а в том, что вы неправильно использовали возможности языка. Ну да ладно. Теперь давайте посмотрим на простейший пример кода. Ну, как бы говорить о том, какие программы написаны на языке C++, я не буду. Их большое множество. Он практически во всех программах есть. Так или иначе, большинство программ используют его. Либо напрямую, либо используют библиотеки, написанные на языке C или C++. Теперь давайте просто пару примеров посмотрим, и все. И пару примеров это будет вот, к примеру, Hello World. Программа, которая выводит на экран терминала на Hello World. Это хорошо. Теперь давайте еще поизвращаемся. Этот Hello World уберем. И оставим вот такой Hello World. Ну, здесь больше C, чем C++, но да все равно. Вот такое еще извращение. Возможно. Запускаем. Проверяем. Все тоже Hello World. На самом деле этих примеров я нашел там больше 30 разных Hello World. Ну, это в стиле Паскаля. Кто знает Паскаль, тот... Или когда-то знакомился, тот его сразу же угадает. Там за эти begin-end'ы. Ну, да ладно. Так, это второй пример. А, по поводу 30 я их все, конечно же, не приводил. Вот еще вариант Hello World, который говорит о том, что шаблоны это все просто. Ну, я шучу. Вот. Опять все тот же Hello World. Как вы видите, все тоже работает, но другая возможность языка. Вот такое извращение есть Hello World. Вот мотаем, мотаем, мотаем. Ну, оно же работает, почему бы и нет, да? Ни одного буквы H или еще чего-нибудь нету. Ну, запускаем. И опять-таки все работает. То есть, вот я так промотаю, все у нас идет, идет, идет. Может быть, кому-то будет интересно. Короче, здесь много. Ну, это такое извращение, что делать. Так, нам надо еще несколько примеров рассмотреть. Теперь рассмотрим еще один пример Hello World, который тоже отличается от предыдущих Hello World. Вот такой пример. То есть, уже у нас есть функция, есть еще что-нибудь, там есть еще что-нибудь, что-нибудь. Все работает. Опять-таки, Hello World. Это отлично. Теперь. То есть, на языке, как я говорил, на языке C или C++, какую-то задачу можно решить множеством способов. Одну и ту же задачу. Правильными способами. Но еще большее количество будет неправильных способов. Соответственно, выводы делайте сами. Запускаем еще один Hello World. Опять-таки, все тоже хорошо работает. Но, как мы видим, функция Main пустая. Почему же так происходит? Ну, вот здесь вот такая штука, а которая потом вот такая штука. И, ну, я это все объяснять не буду. Но, тоже Hello World имеет право на существование. Дальше. Еще один Hello World. Запустим. Все нормально. Hello World все работает. Ну, и вот как раз вот этот последний пример, который показывает, что шаблоны все просто. Ну, надеюсь, вы понимаете, что я шучу. Но, вот это демонстрация, да. Шаблоны, ничего сложного в шаблонах нет. Здесь все ясно и очевидно. Вот. А вот мы печатаем наш Hello World. Запускаем. Hello World. Все работает. Вот. Ну, думаю, на этом все. Думаю, в целом вы узнали, что такое язык C++. Подписываемся, комментируем, жмем лайки, делимся видео. Жмем на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Вот. Следующее будет у нас C Sharp. Ну, спасибо за внимание. Всем пока.